Всем привет! Вы на канале Настолетей, и сегодня я расскажу вам про игру Wonderlands War Это новинка 2022 года, кикстартерная игра, которая собрала почти 800 тысяч долларов И вот люди получили свои коробки, и игра быстро взлетела в рейтинге самых обсуждаемых игр и других разнообразных топов, получив довольно высокие оценки от игроков Основные механики игры это Ария Контроль, Бэкбилдинг и Пуш и Лак И геймплей она очень похожа на Шарлатанов из Кридлинбурга, только со своей боевкой Игра продавалась в двух версиях, обычной и делюксовой У меня делюкс-коробка, поэтому я коротко расскажу и про отличия этих двух версий А теперь давайте посмотрим, что находится внутри Сама коробка выглядит офигенно, и забегая немного вперед, я в принципе отмечу, что продакшен игры просто великолепный Открыв коробку, мы сразу же видим пакетики, мешочки, куда мы засовываем жетоны каждого игрока И они вот такие вот индивидуальные для каждого персонажа В ритейл-версии просто обычные черные мешочки Дальше у нас идет набор замков, тоже для каждого игрока свой Вот это, например, для шляпника в виде чашечек чая В ритейл-версии они тоже цветные и разноцветные, но одинаковые для каждого игрока Набор персонажей и союзников В ритейл-версии они представлены в виде картона А здесь у нас пластиковые миниатюрки Они, кстати, красивенькие Так, то, о чем знает каждый, кто хоть раз гуглил эту игру Набор жетончиков Вот они Очень красивые, очень приятные на ощупь В ритейл-версии они тоже заменены картонными жетонами Но, в принципе, если положить их в капсулы, то, я думаю, разница особая не будет чувствоваться Правила Большие, красочные Поле Я разложу его чуть позже Это памятка Ну и, соответственно, планшеты персонажей Наборы карточек Миплики каждого героя И в ритейл-версии они тоже представлены в виде обычных миплов А тут у нас такие симпатичненькие Чайнички И, в принципе, это все основные компоненты игры И вот мы видим поле И я хочу сказать, что поле тут большое Прям очень большое Огромное И оно занимает очень много места А сейчас я хочу провести небольшой эксперимент Я на камеру разложу игру и полностью подготовлю первый раунд Но не пугайтесь, я обязательно ускорю это при монтаже И вот мы готовы начинать Игра длится три раунда Каждый из которых состоит всего из двух фаз Фаза чаепития и фаза сражения Во время фазы чаепития Вы по очереди, начиная с первого игрока, двигаетесь вокруг этого стола Останавливаясь на том месте, какую карту вы хотите получить Допустим, шляпник остановился вот здесь Игрок забирает эту карту себе Добавляет личный запас и получает бонусы, которые здесь нарисованы Если какой-либо из игроков пройдет полный круг То, во-первых, он выложит новые карты на уже пустые места И должен бросить кубик Который определит, сколько вредных оскоков безумия Он получит себе бонусом Вредным бонусом Эти карты, собственно, и позволяют вам Прокачивать своего героя Набирать жетоны союзников Выставлять свои армии Набирать карты квестов И разные другие бонусы Эта фаза длится до тех пор, пока у каждого игрока Не будет по 4 такие карты После чего каждый игрок получает по одному вредному жетону безумия А тот игрок, который получил больше всех осколков Получит еще один дополнительно И начинается фаза сражений Начиная с определенной области Которая отмечается вот таким вот жетоном И по часовой стрелке В регионах, где есть фигурки больше, чем одного игрока Начинается сражение Сначала все участвующие игроки Почитают свою силу, если она там есть А после одновременно достают по одному жетону своего мешка И прибавляют себе силу этого жетона Жетоны тут разные Их много типов И все имеют особые свойства Которые определяются набором карт В игре несколько таких наборов Что добавляет игре реиграбельность Также есть плохие Те самые жетоны безумия Которые заставляют вас убирать свои фигурки с поля Есть классовые жетоны Доступные только вашему персонажу И они могут активировать ваши личные свойства Жетоны, которые позволяют вам прокачиваться Ну и так далее Бой проходит до тех пор Пока кто-то из игроков не наберет суммарную силу 25 Либо он останется последним Чей фигурки остались на поле Либо другие участники битвы спасали Также в этой фазе игроки получают основные победные очки Могут выполнять квесты И расставлять свои замки Которые так ждут вам дополнительную силу И принесут победные очки в конце игры А после того, как бой пройдет на всех спорных территориях Раунд окончен И вы начинаете подготовку ко второму раунду Давай по новой, Миша И вот перед нами планшет персонажа В его верхнем углу мы видим щит Который одноразовый Мы можем использовать его во время боя Чтобы отменить эффект какого-то негативного жетона Под ним мы сразу видим трек прокачки Где каждый игрок может прокачивать Индивидуальные свойства своего персонажа Специальными картами А чуть ниже мы можем прокачивать силу своего персонажа Который также участвует в бою Справа части мы видим еще один элемент прокачки своего персонажа И вот он уже симметричный у всех персонажей И прокачивается с помощью специальных жетонов Кузни во время боя Сверху мы видим зону активных фишек Все фишки, которые вы достаете Переходят в эту зону И остаются в ней до конца боя А после боя они не возвращаются обратно в ваш мешок А переходят в нижнюю зону истощенных фишек Вот сюда Все вредные фишки, которые вы достали Они идут в специальный трек Безумие И только после того, как этот трек заполнится полностью Вы возвращаете свои истощенные жетоны обратно в мешок Тем самым восстанавливая свои ресурсы Я очень кратко рассказал основные правила игры И вам может показаться, что игра довольно простая Но я пустил огромную кучу нюансов, которых в этой игре действительно много Я хотел рассказать их на камеру полностью Но на это ушло бы минут 30 или даже 40 Что в рамках обзора непозволительно А сейчас я хочу подчеркнуть Что мнение и вкусы у всех разные И я знаю, что игра имеет высокие оценки И что многим людям она понравилась Но я ненавижу эту игру Ладно, это немного преувеличение Но игра мне правда совсем не зашла Мне в целом понравилась боевка в этой игре Да, она рандомная Но при этом она не лишена стратегии Жетоны, которые вы достали из мешка Не возвращаются обратно И чтобы их вернуть, нужно выполнить определенные условия И вы можете специально проиграть начальную битву Чтобы восстановить свои ресурсы для более важного сражения Или умереть полностью, дабы обновить щит Который позволяет вам отменить один негативный жетон И отлично сюда вписывается еще и то Что вы получаете победные очки и за второе место Из-за чего вам не надо постоянно драться до конца А вовремя спасану Вы еще можете и квестик выполнить Или себя прокачать Дополнительные жетоны также работают неплохо И у некоторых есть очень любопытные свойства Ну и что самое главное Она веселая В отличие от тех же шарлатанов Где каждый ковыряется в своем котле Сражения здесь прикольные Но огромную роль удачи во всем этом Также нельзя игнорировать И это можно отнести как к плюсу Так и к минусу Смотря что вам больше нравится Но в любом случае При всей своей масштабности К этой игре нельзя относиться серьезно На серьезно Мне также нравится оформление и продакшн игры Ну и конечно же ее тематика Но на этом плюсы и закончились Маловато будет Я обожаю Алису в стране чудес Я читал ее несколько раз У меня есть несколько книг от разных издательств И я очень надеялся что игра мне понравится Но у этой игры плохо почти все Вроде бы легкие простые правила Но которые нужно рассказывать 30 минут Или может даже больше А еще постоянно объяснять каждую деталь Каждую иконку и каждую карточку Лишняя на мой взгляд прокачка планшета Которые тут две Одна индивидуально для каждого героя А вторая симметрично у всех персонажей И вот я говорю про вторую Она не то чтобы сильно влияет на игру Из-за ее рандомности в целом Поэтому это хороший элемент Который нравится многим игрокам во многих играх Но тут он кажется совсем не обязателен И прокачки только индивидуальных свойств Вполне бы хватило Сложные эффекты некоторых союзников Которые не запоминаются с первого раза И их постоянно приходится перечитывать А иногда еще и думать как они работают Переусложненные квесты Которые также разделены на две части Где вам мало выполнить одну задачу Вам надо две задачи И вы должны помнить о них Или постоянно лезть и смотреть Что же вам там нужно И это просто ужасно Если выполните одну из них То получите три очка А если две То еще три А потом еще три бонуса И вот уже девять И вроде бы не сложно Но в свои первые игры Люди вообще стараются их не брать Чтобы не перегружать себе И без того перегруженный процесс А еще ставки В этой игре есть ставки Которые вообще непонятно Зачем добавили в игру Точнее понятно Разработчики подумали Такие Хм Наша боевка в игре Длится довольно долго И если игрок не будет в ней участвовать То ему будет скучно сидеть и ждать А ставки Сделают боевку более азартной Для этих игроков И им будет интересно следить за этим И наверное Эту механику в этой игре Я ненавижу больше всего Во-первых Она никак не влияет на мой интерес Если мне интересна игра То мне интересна и боевка Ибо она прикольная А если мне неинтересна То никакие ставки ее не спасут При этом в первой партии Мы вообще играли без них И не потому что мы так решили А просто потому что в игре Настолько много всего Что про них забыли просто все игроки И вспомнили то как к середине игры Периодически все равно забывая И сами ставки не сбалансированы Ваша награда за победу Гораздо выше чем страт за поражение Что полностью исключает все риски проиграть И они никак не делают игру интереснее А игрокам вовлеченнее Вообще неинтересно А еще дополнительные существа Которых можно нанимать И сама по себе это отличная идея Но это еще одна вещь За которой надо следить Еще одни карточки Которые надо перечитывать Ужаснейшая эргономика Из-за чего вам нужно играть На футбольном поле С выводом отдельных элементов На большой экран Чтобы всем было комфортно Или же каждый игрок Должен выглядеть вот так вот Странные обилки персонажей Которые непонятно как делались Я не хочу сказать Что что-то очевидно слабее А что-то сильнее Но полезность некоторых Вызывает вопросики Например королева Может разделять своих воинов Что в целом звучит понятно А вот Алиса Ходит против часовой стрелки Фасича и Питер Зачем? Я не знаю Как бы делая полный круг Ты должен получать Вредные осколки И в начале у вас идет Конкуренция за ближние карты И вы никто не хочет Уходить далеко Алиса в это время Может бродить сама по себе По дальней части поля Собирая карты оттуда Но карты выходят рандомно В игре нет такого Что сначала лежат более слабые А в конце более сильные В итоге это как бы И помогает Алисе Двигаться чуть медленнее В этой гонке за картами Но из-за других персонажей Зачастую удается набрать карт Не сделав полный круг И не получив лишнего безумия Игра с механикой Push-U-Luck Предполагает под собой Большое количество рандома И везения Получается Если сегодня не твой день Ты никак не победишь В эту игру И в тех же шарлатанах Есть отличный механизм поддержки Отстающего игрока Который работает просто Лаконично И почти гениально Помогая отстающему игроку Оставаться в игре И сохранять интерес Здесь же также Возможна ситуация Что игрок может сильно Просесть по очкам За первые раунды И я подготовил сюрприз Сейчас мы позвоним Одному из создателей И спросим Что они придумали Для этой игры Алло Да Это Дима Из настолити Скажите пожалуйста А какой механизм Поддержки Отстающего игрока Вы придумали В своей игре Иди пожуй говна Грубовато Ну и напоследок В игре просто Самый отвратительный Органайзер Который я видел И количество фидлинга Просто зашкаливает Настолько Что вы запросто Можете словить От него передоз И вообще Возненавидит Настольные игры Однако Эта проблема Относится только К делюксовой версии игры Ибо в ритейл версии Этих органайзеров Там нет А в данном случае Я понимаю Что возможно На слух Те вещи Что я перечислил Не звучат Как что-то Действительно сложное Ну квесты Из двух частей Ну карточки Перечитать И по отдельности Это правда Не вызывает дискомфорта Но в игре Полно вот таких Мелочей И нюансов Которые в совокупности Своей И создают Ту самую Перегруженность И вот Еще один эксперимент В начале видео Я разложил игру Теперь же Я попытаюсь Ее собрать Я накидал в мешочки Игроков Различные жетоны Чтобы смоделировать Реальную ситуацию Окончания игры И давайте посмотрим Сколько еще Времени Мы потратим И на это Субтитры сделал DimaTorzok И время Ну что ж Вместе с раскладкой Сколько можно запихнуть И вообще Не думали о том Как это будет работать Ладно И так сойдет Хоть у игры И высокие оценки Мне все еще Непонятно Для кого Эта игра Как сказал Один мой знакомый Эта игра Слишком сложная Для того Чтобы играть В нее с новичками И слишком рандомная Чтобы играть В нее с задротами И я с этим согласен Новичку будет правда Трудно запомнить Все это А любители стратегии Упрутся в рандом Игра может быть веселой Если правильно К ней подойти Но затраты По времени Которые требует Эта игра Не окупают Те эмоции Которые она дает Я играл трижды И возможно Если сыграть В нее больше партий То она раскроется лучше Но никакого желания Делать это У меня нет Однако Может быть Когда-нибудь Я и передумаю Впрочем Это уже Совсем Другая история В целом Это все Что я хотел вам Рассказать Про эту игру Я постарался Быть объективным А уже выводы Делайте сами Однако Я ставлю этой игре Из 11 И помните То что игра Не понравилась мне Не значит Что она не должна Нравиться и вам Я снова повторю Что вкусы у всех разные И главное Играть в то Что приносит вам удовольствие Спасибо что посмотрели Это видео Пожалуйста Поставьте лайк И напишите комментарий В чем я не прав Если вы со мной Не согласны Или если согласны То тоже напишите Также скажите Интересно ли вам Слушать про игры Которые мне не понравились Или лучше делать Более позитивные разборы Ну в любом случае Играйте в хорошие игры И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok